Добрый день, дорогие друзья! Сегодня с вами Вальдия Марка. Ребята, не обращайте внимания, мы сейчас находимся в маленьком ресторанчике, есть шум, поэтому сильно громко мы тоже говорить не будем. Знаков повысения. Сегодня в гостях у нас Павел. Он приехал в отпуск, так скажем, в наш город. Он тоже наш зритель, хотя тоже у самого есть канал, и не один канал, каналов несколько. Только толку нет. Да, и так как он был тоже в городе, мы договаривались встретиться. Мы просто подарок, посидеть. Может вам тоже будет интересно, что Павел расскажет про себя в конкурс. Просто я давно уже хотел помнить ребятам постоянно пишите комментарии, постоянно каждый раз по моим видео. В последний раз. В последнее время я уже обиделась, она в Адрамарк, и больше, как на первой минуте. Да, обиделась. Я занят постоянно. А так она всегда присутствовала и на прямых эфирах, всегда везде присутствует. Может быть, мы расскажем о твоей инвалидности или болезни? Да, можно про болезнь, конечно. Пойдет? Пойдет. Может кого-то заинтересует, может кого-то проблемы такие точки. Да, ребят, мы просто хотим поговорить. Я не знаю, какая-то болезнь называется. Бехтеля. А? Болезнь Бехтеля. А, что Бехтеля, да? Бехтеля. 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 А, Бехтеля. Бехтеля. Болезнь Бехтеля. Я не знаю, как это случилось. Ты можешь объяснить, что это такое? Ну, это заболевание, если в общем сказать, заболевание позвоночника. То есть, позвоночник становится как бамбук, себя сгибает пополам там. Меня согнуло вообще колесом. Вот, сейчас две операции пришло, как бы выправили. Шея и осталась, но шея не вертится. То есть, полностью окаменеет это. А, от чего это может произойти? Что-то много. Водку пил там, да. Водку пил, но не помогло. Нет, от чего-то же это получается? До сих пор непонятно. Это получается болезнь в раннем возрасте где-то от 18 до 25 лет. Может быть и позже, но в том случае тогда она не так сильно. Ну, как, человек загибается потихоньку и не так сильно ощущается, допустим. То есть, чем старше он так ощущает? У многих такое, допустим, есть. Кто-то, допустим, годам там 60-70, уже так, знаешь, шея так маленько напоминается, да? И сутулиться как бы человек. Это может быть уже, это как бы, у него было, да, но он просто не заметил. А в раннем возрасте там, в 18 лет, пацаны, у них где-то спина постреливала, где-то еще что-то. И в итоге потом, если запустил, то она все уже. А у тебя в каком возрасте? Тоже в 21-22 лет. Ну да, в момент. Ну, как-то я пришел, да, туда и через, ну, что-то сначала спина болела, ноги болели там, ходить трудно было. А потом как-то меня вот стянуло всего. И друг другу позвонил, он меня сразу в больницу отвез. Там кровь взяли, сказали, Бехтерев. А что такое Бехтерев? Я тогда не понимал. Ну, я тоже, да, смотрю, тоже не знаю. Если не касается тем, то, конечно, не знаю. Ну, и что ты скажешь о медицине в Германии? Ну, как сказать, медицине? Догалон тебе что-то, и дает что-то, вот, допустим, именно на выздоровление. Помогает ли сейчас эти пусы? Помогает то, что, во-первых, когда ты приехал сюда в Германию, ты многого не знаешь. Вот, и если ты молчишь постоянно, то врачи как бы там дают таблетки, и больше, а когда ты начинаешь общаться потом с местными немцами, и вообще кто дольше прожил, да, и ты начинаешь это понимать, что, ну, тебе говорят, что ты должен врачу постоянно долбить, и постоянно это, и только тогда будет какой-то результат. То есть тебя положат в больницу, вот, а иначе, если будешь молчать, то будет просто пичкать медикаментами, и ты согнешься, и все. Просто буквально так, диагноз они сделали, и прописали таблеточки. Ну, сначала положили в больницу, там, чтобы убрать это воспаление, да, сильное, а потом как бы таблетками, таблетками, и тебе надо постоянно долбить, там, физиотерапию, там, постоянно посещать. И при том, что не, если один врач это, то тебя лучше найти второго врача, третьего, пока ты не найдешь такого врача, который начнет заниматься тобой полностью. Ну, почему, по-связи с чем, эти ребята в ресторане мухи летают, а в связи с чем это связано, что они, допустим, один врач не может сразу сделать, они что не хотят, или, может быть, еще был приват, допустим, в клинике, это было бы, наверное, быстрее и лучше? Ну, в приват, я тоже после операции, у меня были осложнения после первой, а не после второй операции, я не мог долго это, с толком ходить после операции сразу, и мне надо было сделать уколы, я не мог сесть в машину, не мог поехать к ортопеду, который делал уколы, да, там, вот, и просил, чтобы мне приехали домой, ну, в ортопеды никто не выезжает, и я решил туда в приват, сел в машину, доехал, Пришел в приват, сделали термин, а когда он посмотрел, он сказал, я такое делать не буду, там большой риск, как бы, чтобы попасть в подвоночник, и даже приват не стал этого ничего делать В общем, он перестраховался Да, они страхуют, не дай бог, что там, хотя у него там все эти, как бы, аппараты, гореты там, все это есть, но они на себя такую это не берут Ответственность такую не берут Именно, наверное, может быть, это связано с тем, что просто тебе сделать, надо было только один укол Если ты был бы постоянным клиентом, может, есть тоже и приват страховки такие Ну, есть, есть, конечно Тогда было бы, наверное, все-таки лучше, там, в принципе, то, разница небольшая в платеже Ну, приват, когда ты платишь бабки, тебя просто быстрее принимают То есть, ты не сидишь там по полчаса, там, или по часу Ты пришел, вовремя тебя взяли И за деньги они, как бы, это Я не говорю, что врачи, может быть, за деньги плохие могут быть, да Есть и, которые, обычные врачи, там, хаусарк, да, там Вполне, вот у меня есть хаусарк, который для меня, он и домой ко мне приезжал, и уколы делал И, ну, этому человеку вообще благодарен полностью Все-таки зависит от человека, да? Зависит от человека, да? От человека, да Ну, и что в будущем, они вам говорят? Вообще, это болезнь неизлечимая или нет? Нет, болезнь неизлечимая, это, то есть, у нее две стадии Одна стадия, когда тебя резко и быстро И вторая стадия, это когда ты потихоньку и ничего не чувству Потому что это, в первом случае, вот у меня, вот, у меня самый первый случай И в этом случае, тут, как бы, я себя изначально, когда попал в немецкую больницу Я привык, что в России нас сразу кололи, уколы там делали Препараты какие-то ставили, там, какую-то там терапию проводили, там, ну, тебя сразу обкололи И ты, как бы, две-три недели и выходил, все нормально А здесь, как бы, пришел, тебе таблеточку, таблеточку Сказали, полгода будешь пить таблеточку Я сначала, как бы, я это не понимал, думаю, как так Я говорю, а уколы, а мы такого не делаем А вот это у тебя в России получалось? Нет, в России у меня были какие-то проблемы, там, ну, с ногами, там, вот И в России, как бы, ставили нам, где там, обезболивающие кололи Вот, а здесь-то уколы не ставят Ну, когда платить надо Ты платил за уколы здесь? Свои личные деньги? Нет, ну, смотря какие уколы Нет, вопрос, ты платил? Нет, нет, я это еще не платил Потому что я как-то говорил, что мне пришлось было по лицепту, даже по лицепту я покупал Мне надо было доплачивать И мне писали в комментариях, что такого не может быть Дох, может быть, это уколы, которые, допустим, как вот в России кололи Витамины В6, В12, да, там, и витамин С, и некоторые, вот эти уколы, они стоят там 80 или 70 евро, по-моему, это за курс, там, до 10 укол И платил я один раз в приват, когда мне укол делали Я ездил к приватному врачу в Березвлении Он мне тогда сделал укол, я тогда же хочу Ну, приватный, понятно, как в любом Ну, вообще, чем ты сейчас занимаешься в Германии? По-моему, что ты много выучил информацию, изучаешь информацию о своей болезни Ты сказал, в принципе, это неизлечимо? Не, неизлечимо, но, я говорю, вот я, мы начали как-то говорить И тот заболел, допустим, то, я говорю, надо долбить врачей Надо постоянно Я дал слабинку то, что Для меня было дико принимать постоянно таблетки Думал, и желудок испорчил Но, когда я начал себя беречь от таблеток, да У меня загнуло И потом, когда загнуло, и ты начинаешь понимать Да лучше бы я печень посадил, да лучше бы желудок Ну, тогда был бы прямой То есть, ты должен сделать выбор Или загнуться, или посадить что-то В любом случае, допустим, если ты посадил печень или еще что-то Ты можешь это подправить, как бы Это, конечно, нехорошо, но у тебя не так уж много выборов получается Ну, а сейчас, получается, тебе постоянно сколько колешь, да? Таблетки не просто Нет, таблетки сейчас постоянно принимают Безболивающие В течение 20 лет, это, не знаю, вагона 2-3, наверное, таблеток Две операции прошло, меня сейчас подняли, конечно И сейчас стал видеть не только задницы людей, но еще и лица иногда вижу А так дома в основном пропадаешь и начинаешь искать себе какое-то занятие А то в интернете лазишь, что ищешь как бы доработать Полез в Китай, там посмотрел, тут посмотрел, купи-продай Ну, как бы я не считаю, что это прям такая хорошая работа Или хороший доход Ну, физически, как бы у тебя возможности ограничены А тут, получается, как бы и занятия есть, и как бы и шпас имеешь И человек как пелечка какая-то Ну, хотя бы чем-то отвлекаясь, и чем-то как Ты, то есть, больше занимаешься с китайскими товарами? Ну, бывает сейчас В последнее время он делал себе калитку автоматическую Поэтому В каком смысле калитку? Калитку вот такую У меня терраса есть И там между Проход между улицей и на террасу есть Ну, проход И там была калитка Я хотел ее сделать автоматическую Купил там с Китая эти моторчики Там датчики поставил И вот два месяца я не снимал видео Потому что был занят этим Ну, короче, нихрена не получилось Моторы сгорели, не потянули Не потянули? Хорошо А эти моторы были все на батареях, да? Ну, там я сделал это с солнечной батареей Чтобы изменить Ну, ну, ну И все, проекты говорят, что заглох все, да? Пока заглох, пока не знаю, что там будет Ну, на сколько вы приехали в наш город? Воскресенье сколько мы выехали? Не знаю, на сколько? Да, на сколько? Да, на четверг, да Четверг мы же домой Четверг мы же домой Город красивый Отель хороший Кто, допустим, хочет туда приехать, отдохнуть Советую посетить отель, в котором я могу потом Ссылку, да? И ссылку, и это, и могу Отель называется ББ Б и Б Он находится в центре Отель шикарный Удобство И для инвалидов Ну, я думаю, ты тоже видел Там что-то снял, наверное, в отеле? Ну, так, чуть-чуть ходил Ну, значит, видео будет где? Ну, наверное, будет Ну, точно А вы проконтролируйте, чтобы у него Видео там будет? У нас там за кадром Мои дамы сидят Да, он приехал не один Он приехал с семьей С супругой и с дочерью С дочерью за рулем А супругой, наверное, с навигатором, да? Ну, не, она сзади кемарит Ты сразу начинаешь это Не делаешь там хлопки, как вот Один-два, чтобы А зачем мне так вырежут? Звук У меня там Ну, зуб-то мы сейчас не пили Если это баллок, я дам, я дам, я там все могу увидеть Итак, дорогие друзья Встреча наша подходит уже к концу После я хотел вам порекомендовать Наши канал Павла, как он правильно называется? Германия в небе Германия с высоты А Германия с высоты я всегда путаю Все, ребята, ссылочка тоже будет в описании А вы можете зайти, перейти на его канал И посмотреть, что он там занимается Как он уже говорит, он два месяца там уже ничего не снимал Два месяца, да, ты видишь? Калитку делал Калитку делал, да? Ребята, если даже кому интересна, допустим, тема о медицине в Германии Да, допустим, о его болезни, какая у него была ситуация Как он из них выходил Ну, в принципе Я могу посоветовать, допустим, я когда был на операции второй раз Много людей из России, из Казахстана прилетают туда, в эту клинику И там есть доктор, русский доктор Он шеф, главный врач Он оперирует Он уже как приват, получается? Нет, он не приват, он это Он приедет, у него из-за границы, он забавки делает? Да, они делают забавки, да Но люди, когда прилетают, они не знают, к кому обратиться Какой врач, хороший, какой плохой Поэтому, ребята, говорю, переходите на канал Павлу Задавайте ему эти вопросы Он уже на этом деле, скажем так, собаку съел Да, и не одну И поэтому будет задавать вопросы Он вам ответит еще, знает на это ответ И он знает много ответов Очень много знает о медицине в Германии Я надеюсь, что тоже он по приезду домой Наверное, начнет тоже снимать такие видео Именно по медицине в Германии Почему нет? Ну, хорошая тема Ну, да Будем надеяться, что, ребята, переходите на его канал Смотрите, чем он там занимается Подписывайтесь на канал Ставьте лайки, забыл Ставьте лайки, балалайки Я рад, что все-таки Я не любитель говорить подписчикам Я не знаю, почему, мне это не нравится слово Мне нравятся жители Мне очень приятно, конечно Что наши зрители Я надеюсь, супруга твоя Знаешь, она не сволит меня, это понятно Я слышу иногда Она сволит Мне очень приятно, ребята Просто человек был в нашем городе Связался со мной И у меня тоже было время Я если бы было маленько чувствую всю кнопку Я маленько опоздал На целых полчаса Ну, бывает такое Ну, в целом Все все пошло нормально Посидели, потушили Поговорили Ну, и желаю вам тогда еще Хорошего отпуска Вам еще пару дней Походить по нашему городу Посмотрите, что у нас хорошего есть Наши пристани у нас корабли Погода в отпуске, конечно, тяжело туда зайти Ну, туда завалить не будет? Нет, я позвожу там Жену с дочкой туда запустил Хочешь, чтобы они заблудились там, да? Все, ребята, на сегодня будет раз Подождите, я так же Как бы благодарен И за встречу, да? Все получилось Все благодарен У меня других слов У головы не пришло пока Не, ребята, все нормально Я рад встрече Вот это вот так Все, ребята, все нормально Все хорошо Понятно, что Павел теряется Маленько Еще раз повторюсь Переходите на канал Павлу Смотрите на видео Задавайте ему вопросы Я вам так скажу Он про медицину в Германии Он знает очень много Поэтому Переходите на мой канал Все, пока С вами был Вальдомарко Павел Ставьте лайки Павел лайк, как обычно Победа Всем пока Ну, ребятки, видите Та же в Германии Автомобиль с правой стороны Руль Вы когда-нибудь такое видели? Павел приехал на такой машине О, антенна поднялась Это не антенна, это габарит Габарит? Чтобы видеть этот Это цензур такой, да? Нормально Это уже в каком году такое уже сделали? С какого года это такое же? Резу, это давно у них А, ну-ка, закрывай Ну, это только при парковке Или поставил, когда едешь? Ну, она отключается Я могу включить, отключить А, это именно вот именно С левой стороны Именно поэтому Не, 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 это когда Это ты едешь Она и Галли Это стоили с этой стороны Чтобы видеть свой край Да, зачем? Она поднимается И ночью она горит в синим светом Ага И тогда тебя видят И ты видишь Перепарковаться удобнее Ты видишь, где-то там где-то длинное Ну, да, да Отлично придумано Ну, а вот, наверное, на это вот Я когда купил У меня все, а вот так вот Это заходили Обворачиваюсь первое У нас там в деревне Отлично У нас там в деревне